Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – организация соревновательной игровой деятельности. Цель обучения – определять и оценивать тактики, стратегии и композиционные идеи в широком диапазоне физических упражнений, а также демонстрировать и применять лидерские навыки и навыки работы в команде. Задача урока – знать правила игры в футбол и уметь правильно развивать физические качества. Так, сейчас пройдем разминку. Первое упражнение – вращение головой влево, начинай. Медленно. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Наклоны головы вперед-назад, влево-вправо. Начинай. Вперед-назад, влево-вправо. Вперед-назад, влево-вправо. Вперед-назад, влево-вправо. Вперед-назад, влево-вправо. Так, повороты головой влево-вправо. Упражнение начинай. Най влево. Раз, два. Тянем мышцы шеи. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Упражнение закончили. Руки к плечам ставь. Вперед. Вращение. Начинай. Раз, два, три, четыре. Назад. Пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два. Локу соединяем. Три, четыре. Назад. Лопатки соединяем. Закончили упражнение. Руки на пояс. Наклоны в стороны. Влево. Начинай. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили. Ноги в отношении плеч. Наклоны к левой ноге. В середину к правой. Начинай. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Закончили. Вращение бедром. Левой ногой. Начинай. Во внешнюю сторону. Раз, два, три, четыре. Другой ногой. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Начали. Другой ногой. Раз, два, три, четыре. Другой ногой. Раз, два, три. Закончили. Руки на колени поставили. Вращение в колено. Начали. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Руки на колени оставили. Влево начали вращение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Вращение стопой. Левой ногой на носок. Начали. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Раз, два, три, четыре. Другой ногой. Во внешнюю сторону. Раз, два, три, четыре. Вовнутрь. Раз, два, три. Закончили. Выпад сделали. Левой ногой. Правда. Подседание начали. Раз, два. Прошибаем ногу. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Прямо смотрим. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Сели на левую ногу, правую сторону. Спинку выпрямите. Перекат сделали. Раз, перекат. Два, вернулись. Три. Таз не поднимаем. Четыре. Пять. Шесть. Прямо смотрим. Семь. Восемь. Ноги стрякнули. Ноги стрякнули. Так, прыжки на правой ноге. Начинай. Раз, два, три, четыре. Другой. Раз, два, три, четыре. На двух. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Стоп. Прыжки с подтягиванием колен. Начинай. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Упражнение закончили. Вдох. Выдох. Разминка окончена. Рассмотрим правила игры в футбол и проверка своих знаний. Правило номер один. Поле для игры. Покрытие поля. Матчи могут играться на естественном или искусственном покрытии, в соответствии с правилами соревнования. Размеры. Поле для игры должно быть прямоугольным. Боковая линия должна быть длиннее линии ворот. Длина поля минимум 90 метров, максимум 120 метров. Ширина поля минимум 45, максимум 90 метров. Правило номер два. Мяч. Мяч имеет сферическую форму. Изготовлен из кожи или другого пригодного для этих целей материала. Имеет длину окружности 68-70 сантиметров. Мяч весит 410-450 грамм. Правило номер три. Число игроков. Матч проводится с участием двух команд, с числом игроков в каждой не более 11 человек, включая вратаря. Матч не должен начинаться, если в состав любой из команд входит менее 7 игроков. В матчах с участием основных составов национальных сборных команд максимально могут произведены 6 замен, по 3 от каждой команды. Правило номер четыре. Экипировка игроков. Игрок не должен использовать такую экипировку или одевать на себя то, что представляет опасность для него, самого или для другого игрока, включая ювелирные изделия любого вида. Правило номер пять. Судья. Полномочия судьи. Каждый матч контролируется судьей, имеющим все полномочия по обеспечению и соблюдению правил игры в этом матче, на который он назначен. Правило номер шесть. Помощники судьи. Помощники судьи помогают главному судье проводить матч в соответствии с правилами игры. В частности, они могут входить за пределы поля. Правило номер семь. Продолжительность игры. Продолжительность игры два равных тайма по 45 минут, если судья и две команды участницы матча не согласовали иного варианта. Правило номер восемь. Штрафной и свободные удары. Удары могут быть штрафными и свободными. Как при штрафном, так и при свободных ударах, мяч в момент выполнения удара должен лежать неподвижно. А выполняющий удар игрок не имеет права вторично коснуться мяча, прежде чем мяч не коснется другого игрока. Правило номер девять. Одиннадцатиметровый удар. Одиннадцатиметровый удар назначается в ворот команды, игроки которой совершили одно из десяти нарушений, наказуемых штрафным ударом, в пределах своей штрафной площади, в то время, когда мяч находился в игре. Гол, забитый с одиннадцатиметрового удара, засчитывается. Сейчас рассмотрим обратную связь. Подумай и выбери правильный ответ. Какая максимальная длина футбольного поля? Какая окружность мяча? Сколько минут длится игра? Гол, забитый с одиннадцатиметрового удара, засчитывается или нет? Могут ли использовать ювелирные изделия в игре? Жонглирование с мячом. На колено. На голову. Хорошо. На стопу. Колено. На голову. И задержи мяч. Задержи внизу. Внизу задержи. Отлично.